всем привет сегодня суббота но это новостной выпуск на канале и так у нас за последнюю неделю прошло куча новостей особенно от пиксель но и о других брендах мы тоже поговорим конечно самым центральным было именно презентация google она да была скучной и первые полтора часа и и было действительно сложно смотреть но после на ней показали пиксель 6 а пиксели watch пиксель тап пиксель баз про и спойлеры будущих пиксель 7 из 7 про ух давайте глянем что нам подготовили ребята из маунтин view и так самой презентации и начнем и хоть она показалась мне скучной но она была очень познавательная для жителей сша ведь там показали много интересных программных фишек google прокачали свои алгоритмы переводчика который еще больше будет опираться на контекст предложения особенно при переводе из редко встречаемых языков огромную работу сделали и в алгоритмах поиска можно попросту написать предложение или сказать его google ассистенту и поиск будет осуществляться по контексту сказанному в приложению также появился комбинированный поиск по картинке и тексту кроме всего прочего google анонсировал и и ой тест китчен который представляет собой программу для общения с искусственным интеллектом можно говорить на разнообразные темы алгоритмы будут стараться поддерживать с вами разговор чтобы еще лучше натренировать свой и и и улучшить свой ассистент не забыли google и об улучшениях камеры а именно skin tone технология реальный тон будет определять цвет вашей кожи и правильно подбирать оттенок чтобы он был действительно натуральным корпорация добра упомянула и украину своей презентации они помогают ежедневно предотвращать кибер атаки как на веб-сайты так и на почту а для всех пользователей android смартфонов ввели функции оповещения о воздушной тревоге но это сделал google еще несколько месяцев назад и вот еще интересная информация для обычных пользователей google pay все вместо него приходит google волет и да вы правильно подумали это полная копия apple волет то есть он совмещает в себе функции оплаты в него можно загрузить билеты к вид сертификаты документы и бонусные карты и обновление этого приложения получат все пользователи android смартфона уже в ближайшие несколько недель но я знаю зачем вы все сюда пришли узнать побольше а пиксель 6 а действительно бомба вам смартфоне но о нем мы узнаем после того как вы подпишитесь на телеграм-канал со скидками там публикуют вкусные цены на новинки к примеру realme 9 pro plus за 314 баксов новые viva айкун 6 на стендрагон 8 ген 1 всего лишь за 458 долларов естественно разной мелочевки там тоже много и разнообразные скидочные купоны там тоже есть ссылка будет в описании ну а вот сам пиксель 6а представляет из себя смартфон с диагональю 61 дюйм естественно это она от матрица но сейчас то и обновление экрана всего лишь 60 герц а защищать его будет стекло gorilla glass третьего поколения рамки вокруг экрана естественно будут большие как и в пиксель 6 но боковая часть корпуса это алюминий но задник пластик смиритесь с этим да смартфон внешне получился очень схож со своими старшими братьями и он же получил защиту от влаги и пыли по стандарту ip67 камеры здесь как и предполагалось будут попроще чему пиксель 6 основа это 12 мегапикселей sony imx 363 с апертурой f1 и 7 оптическая стабилизация естественно здесь есть ширик же это 12 мегапикселей сенсор с углом захвата изображения 114 градусов а он как раз из пиксель 6 но самое главное что камеры получили все программные фишки такие как real tone 4к 60 кадров в секунду запись видео magic и рейс а также интересную новую фишку с изменением цвета отдельных объектов на готовом снимке и все это благодаря процессору google tensor да мы все-таки дождались этот камень в среднем сегменте и тут он смотрится как нельзя лучше мощные ядра производительный графический ускоритель и главное titan m2 которым google очень гордится ведь он обеспечит безопасность ваших данных на смартфоне из остальных плюшек смартфона можно отметить ufs 31 память usb 31 также поддержку вай фай 6 и стереодинамики ну и неплохую батарейку 4400 миллиампер часов ну и все это вам продадут за 450 баксов сша но в одной конфигурации всего лишь 628 смартфон действительно вышел очень интересным я уже хотел бежать заказывать его чтобы сделать для вас побыстрее обзор но обломался ведь старт продаж аж 21 июля естественно ждем и как только появится возможность сразу ждите видео на этом канале кстати нажмите колокольчик чтобы не упустить но давайте немножко отвлечемся от пикселей и чуть позже обсудим все остальные их новинки ведь дальше ван пласт да да я знаю что вам наверное уже надоели эти бесконечные новинки от ван пласт потому что они действительно превратились конвейер ну вот нор 2т может некоторых заинтересовать и да к сожалению предположение об ужасном блоке камер подтвердились но вот в остальном сзади смартфон напоминает ван пласт 9 pro а именно своими формами закругления задника и наличием триггера переключения режимов если выбирать смартфон черном цвете то он кажется даже симпатичным сама камера здесь не претерпела изменений в сравнении с предшественником все тот же sony amx 766 с оптической стабилизацией также не изменился 6 43 дюймовая амолед матрица с частотой 90 герц а вот процессор чутка обновили до дименции 1300 который стал еще мощнее что заценят игроманы ну естественно быстрая зарядка 80 ватт то чем очень славится ван пласт последнее время как по мне обычное минорное обновление но если он будет по хорошей цене то почему бы не обратить внимание ну а дальше продолжим говорить о пикселях а именно пиксель watch да все слухи подтвердились и их показали на этой презентации но неполноценно своей манере google показал лишь тизер о подробности и старт продаж нужно ждать аж осенью но из тех коров информации что нам дали мы увидели дизайн он полностью подтвердился это действительно красивые аля безрамочные часы круглой формы с колесиком для управления ну а сверху нее есть кнопка навигации к слову если внимательно присмотреться то ревышки здесь проприетарные привет apple watch сам экран оказался довольно небольшим и рамки у часов огромные они кажутся даже больше чем в apple watch series 4 которым на секундочку четыре года ну а дальше нет никаких сюрпризов весь внутри нас ждет вирос со всеми ее фишками nfc google ассистент и конечно же продвинутые режимы для фитнеса и отслеживание состояния вашего организма ну и не забыли об интеграции с сервисами fitbit часы выглядят очень перспективно и я увидел много людей в твиттере о том что их желают купить и заменить свои apple watch но все решит цена и они мы узнаем уже осенью ну а дальше нас ждет сони и да они официально показания xperia 1 марк 4 и xperia 10 марк 4 флагманская модель получила не сильно много изменений улучшили материалы корпуса поставили snapdragon 8 ген 1 и чуть подтянули яркость 4к 6 половиной дюймовой панели ну да цена 1400 евро xperia 10 марк 4 предлагает характеристики пока x4 pro только за 500 евро лишь экран имеет частоту обновления 60 герц а сам смартфон оснащен защитой от брызг и пыли по стандарту ip68 но до xperia 10 марк 4 за 500 евро смотрится смешно и да сони как всегда не научились сделать интересный ними и да наверное стоило бы сказать пару слов о наушниках но я не хочу выговаривать их название поэтому ладно все идем дальше потому что возвращаемся к пикселям ибо google затизерил пиксель 7 из 7 pro очень понравилась концепция с текущими пикселями поэтому всем получил две камеры основной и ширик от прошки добавился еще и телевик дизайн задника остался практически без изменений только блок камер теперь будет выглядеть как часть боковой рамки в ее цвет и будет окрашен матовый для обычного пикселя и глянец для прошки а вот то как выделили google сами камеры это уже интересно потому что ничего мне напоминает вот он кстати фоточка iphone 14 который слит да это дизайн брови айфона наушники же получат прокачанный шумодав усиленную интеграцию с пикселями и быстрое переключение между устройствами ну и тизер google lens бренд решительно взял курс на создание собственной экосистемы из множества продуктов и пока курс этой компании мне очень импонирует интересно действительно собрать в силу к систему их ноутбук планшет смартфон часы и наушники посмотреть как это все вместе работает естественно сравнить с главным конкурентом яблочной компании но еще немножко об one класс а точнее об опа ведь как только я увидел тизер рина 8 с и который сзади полностью напоминал вам класс 10 про я подумал когда же вам класс выпустит что-то схожие и да естественно появилась информация о one класс с рейсинг эдишен с айпе с матрицей и диме сити 81 2 0 честно говоря мне действительно уже просто мозг плавит это все количество новинок вот вон класс но посмотрим на рина эйс рейсинг эдишен если он действительно будет интересен и его цена подтвердится 300 баксов то с диме сити 81 2 0 действительно будет неплохой смартфон ну и на этом наш гуглофильный выпуск будем заканчивать спасибо за просмотр пишите в комментариях какой больше из продуктов google вам понравился лайк и до встречи